Приморский край Обороты различной торговли ниже И что интересно, оборот общественного питания просто рухнул на 12% по сравнению с предыдущим годом О чем это говорит? Да о том, что у людей нет денег В экономике нет средств для развития, а у людей нет денег Еще одна новость, это новые перестановки в администрации города и края Мы тоже их обсудим И еще одно любопытное сообщение Следствие выдвинуло новое обвинение мэру Владивостока Игоря Пушкарева Которое сейчас находится уже последний почти год в Москве в СИЗО Вот чтобы все это обсудить, я позвал наших постоянных экспертов Которых я очень ценю и люблю за их неординарное высказывание и остроумное мышление Сегодня у меня Павел Наливайко и Александр Шемелев Ну что, господа, начнем, наверное, с самого главного Нет, не с самого главного, начнем с самого простого Что же это за новые обвинения, которые вдогонку прилетели мэру Пушкареву? В чем их суть, Паш? Перескажите их хотя бы Да, главу Владивостока обвиняют в получении взятки в особо крупном размере Теперь уже взятка, то есть первое его главное обвинение это что он... Изначально было несколько обвинений, то есть это злоподривение должностными полномочиями и коммерческих подкуп При организации... Что он якобы дал взятку, да, руководителю МУП дороги Владивостока с тем, чтобы тот что-то там делал Да, закупал материалы у компании А теперь получается, что ему дали взятку? А теперь получается наоборот, ему дали взятку за то, чтобы он приобретал материалы у своего же родного брата И кто же это дал? Его родной брат Андрей Пушкарев, который сейчас также задержан и находится под домашним арестом в Москве Насколько серьезны эти обвинения, Паш, на вас взгляд? Обвинения намного серьезнее, чем первоначальные При этом фабула обвинения осталась та же самая То есть одно и то же действие квалифицировали под разными статьями И если раньше, то есть это было экономическое преступление То сейчас следствие подозревает достаточно серьезным и серьезной стороны именно имиджевых потерь для главы города Потому что взятка, ну, это... Взятка неприятная? Неприятная, да Взятка датка, кстати, неприятная Александр Ильич, что вы скажете? Ну, здесь любое событие, его же можно рассматривать как отдельно взятое, да? Здесь есть там юридические аспекты, там еще что-то А можно рассматривать его в том числе и в цепи событий, да? Которые мы наблюдали, например, последние месяцы Первое, что обращает на себя внимание, последнее время, последние несколько месяцев Сам глава города Владивостока, хоть и отстраненный, но остающийся главой Он активно транслировал для общественности в медиа позицию своего несогласия с предъявленными обвинениями Говоря проще, он не признавал себя виновным Он не признавал себя виновным И, может быть, в этом одна из причин того, что он до сих пор находится в СИЗО, допустим, да? Это означает, что он не идет... Не идет в соответствие сотрудничества? Он явно давал понять, что с предъявленными обвинениями не согласен И иллюстрировал некоторую несуразность предъявленных обвинений Там, конечно, наврочено очень много всего Есть оценочные вещи, есть счетные, экспертные вещи И во всем, как говорится, как любят у нас говорить, может разобраться, наверное, только суд Но когда он еще будет? Да, да Вот, и вот подоспело второе обвинение После того, как он явно заявил, что с первым не согласен И один из ваших тоже постоянных экспертов, Алексей Клёцкин Он, по-моему, где-то с месяца назад как раз в Фейсбуке, в соцсетях По-моему, вообще без всякой связи А вот чисто экспертно-юридически говорил о том, что вот очень-очень вероятно, что что-то еще выйдет И сначала вот одному директору МУП-дороги Владивостока появилось второе обвинение А вот подоспело еще и братьям Пушкаревым Вот видим развитие событий Ну вот Алексей Клёцкин, к сожалению, сегодня не смог к нам прийти Я тоже с ним по этому поводу разговаривал Его же интуиция построена на чем? Это человек, который активно работал в прокуратуре То есть он хорошо знаком с процессами следствия И как я понял с его слов Получается, что когда у следствия возникает сомнение в том, что главное обвинение может провалиться Его подкрепляют вот со всех сторон всевозможными дополнительными Да, Александр Ильич Обратила на себя внимание заявление одного из адвокатов мэра Виктории Бурковской, по-моему, на прошлой неделе О том, что, по сути, новое обвинение основано на тех же самых фактах, что и предыдущее То есть не то, что мы сначала совершаем одно, потом совершаем другое Сначала нас обвиняют в одном, потом обвиняют в другом А набор фактов один и тот же, а квалификация дополнена вот таким вот моментом, якобы имевшей место взяткой То есть если я правильно понимаю, вот если развалится главное обвинение, то и второе обвинение, оно повиснет в воздухе Потому что если в первом случае будет доказано, что городу не нанесен ущерб То тогда получается, какая взятка? За что ему давали взятку? Чтобы он нанес ущерб, а ущерба нет? А это сейчас один из главных вопросов, который стоит, видимо, и перед следствием, и перед судами Я просто напомню публике, что арбитражный суд Приморского края первоначально решил, что ущерба городу нет И антимонопольное законодательство не нарушалось Но через полгода, в конце, вот недавно буквально арбитражный суд Хабаровский решил, что нужно пересмотреть Еще раз к этому делу вернуться, и в новом составе суда Приморский арбитраж будет снова это рассматривать Да, Паша? Да, и не только ущерба нет, так и долг, который был образован с 2008 по 2015 годы Между МОП Владивостока, дороги Владивостока и Восток-Цемент в размере 962 миллиона рублей, он был прощен И, соответственно, даже дебиторской задолженности как таковой нет То есть откуда взяться ущербу? А может ли быть уголовное дело, в котором никто не пострадал? То есть вот здесь чьи интересы получаются нарушены? По идее, следствие стоит на позиции, что городу Владивостоку, да, как хозяйственному субъекту нанесен ущерб А если цифры складываются так, что ущерба нет, откуда дело? Вот для меня это, честно говоря, основной вопрос, вот такого, как говорят сейчас, кейса, примера этого дела с Пушкаревым Здесь на самом деле, ну мы же не знаем материалов дела, мы видим то, что заявляют официальные представители органов Мы видим то, что заявляют адвокаты мэра И такое ощущение, что там уже наворочено столько, что уже действительно разбираться только суду Вот нашему Ленинскому, видимо, рано или поздно суду придется во всем этом разбираться С точки зрения злоупотребления полномочиями, факт ущерба должен быть И в том числе и возможно сейчас попытки там завести в администрацию какого-то человека На должности его мэра, да, там со стороны Чтобы он признал Губернатора в том числе, да Об этом мы чуть позже поговорим Как раз это отдельный момент, он очень важный, и вы в истории такие случаи были С точки зрения взятки здесь, во-первых, ну звучит хуже намного, да Одно дело там то ли есть ущерб, то ли нет, а другое дело, о, взяточник Хотя трудно себе представить, Пушкарев, заходя на должность мэра Еще до этого, заходя на Совет Федерации, там он был самым молодым сенатором в свое время Мягко говоря, не был бедным человеком, он в бизнесе практиковал там много лет Давайте об этом подробнее, да Честно говоря, для меня здесь тоже не все ясно Я понимаю, что бывают случаи, когда жена может дать взятку мужу Когда сын может дать взятку отцу, да Когда брат может дать взятку брата Чтобы что-то за это сделать Но в данном случае получается, что из того, что я просто видел и слышал Пушкареву ставят в вино то, что для его сына была построена квартира или дом И это является якобы взяткой Вот этого я не очень понимаю Вот молодой человек, ему лет 19, наверное, старшему сыну Пушкарева Ему нужно где-то жить, и семья просто помогает ему купить квартиру Семья Почему это является обвинением в адрес отца этого человека? Это же может не являться обвинением Мы же тоже живем в реальном мире И с точки зрения уголовного кодекса взятку может дать кто угодно, кому угодно Формально это действительно так Другой вопрос, как все обстоит в реальности Мы не знакомы с материалами дела, но то, что заявляется, вызывает очень много вопросов И Пушкарев уже в своих социальных сетях, как бы, через своих представителей Как определенный ответ на этот вопрос дал Вчера, позавчера, там, третьего дня Я смотрел федеральные СМИ Там говорится, это абсурд, говорит он Всем известно Есть три брата Пушкаревых Условно говоря, Игорь Сергеевич, Андрей Сергеевич, Владимир Сергеевич Игорь Сергеевич самый старший Благодаря его инициативе возник бизнес Да, средний и младший Всем известно, что младшие братья В то время, когда Игорь Сергеевич был главой Управляли бизнесом, который он в свое время создал Ну, это так по закону и так по жизни Когда центральные каналы показывали свои репортажи о начале уголовного дела В отношении Пушкарева Мы видели, они там жили все вместе Три дома рядом построили То есть они жили все одной большой семьей Три брата, там, десять детей, там, девять Я уже запутался И естественно, что там определенная внутрисемейная коммуникация есть всегда Естественно, они о чем-то общаются Естественно, они друг другу помогают И вот здесь начинается самое интересное Там, кто-то кому-то помог построить дом Вот у меня там есть сестра, я ей помогаю, да, допустим И она мне советом может помочь Это меня измущает, да Мы знаем много примеров Когда люди разбогатевшие Они, наоборот, со своими родственниками Начинают вести себя чрезвычайно негативно Плохо ссорятся, делят деньги А вот здесь перед нами пример Благодаря этому несчастью мы узнаем, что есть пример другой Когда семья держится вместе То есть пока вот это испытание богатством их не развалило И, конечно, мне интересно, почему в данном случае Вот отношения внутрисемейные квалифицируются вот так Как взятка внутри семьи, именно внутри семи Хотя он, конечно, занимал должностное лицо И из того, что я читал, из последних, видимо, сообщений Из мест, из авиации нашего Игоря Сергеевича Он сказал, что еще меня обвиняют в том, что я якобы А почему меня не обвиняют в том, что я ездил на своей машине, да? Что я не брал казенную машину, а ездил на своей Ну, по аналогии с Николаевым кто-то сказал Вы помните, за что судили предыдущего мэра, да, Владимира Викторовича Там тоже было очень много всего За охрану Среди прочего было то, что он за казенный счет Пользовался там машиной охраны И в итоге все это как-то запуталось За казенный счет А в нашем случае наоборот получается, да? Да, но все знали, что Пушкарев не ездит на служебной машине Он ездит на своей Там, может быть, на брата машине, еще на чем-то И за нее казна города не платила Ни за бензин, ни за аренду А то же самое с охраной У Николаева охрана была не положена Он пользовался за казенный счет Там охраняли чемоданчик С ним ходили там бредоголовые мужчины Вот Понятно, что здесь тоже Игорь Сергеевич У него, возможно, был какой-то охранник, водитель И так далее Но для человека такого уровня И для руководителя такого уровня В общем, когда на этот счет не тратится бюджетное средство Ну, наверное, здесь никто никогда вопросов не задавал Однако формально вопросы возникли Да, Павел, я тоже хочу, чтобы вы свое мнение по этому поводу сказали В самом деле, закон не запрещает лицам, которые стоят, исполняют какие-то должности Нанимать частым образом какую-то охрану Ведь не запрещает И в данном случае Мы знаем, да, много примеров Вы напомнили, Николай Когда, наоборот, чиновник за счет казны оплачивает там свой какой-то комфорт Лучше машину, лучше охрана Но это совершенно другой пример У Пашкарева все наоборот Ну, нужно отметить, что... Это что здесь против закона? Пашкарева был просто изначально свой стиль управления С самого момента прихода во власть в 2008 году Он полностью отдавал свои силы И подключал всевозможные связи для как раз-таки подготовки города к саммиту То есть, тем самым мы видим, что у предприятия его брата Была организована огромная задолженность, почти миллиард рублей И, соответственно, эту задолженность не пытались истребовать с города То же самое проявилось и в таких мелочах, как охрана Непосредственно автотранспорт, где глава не стал использоваться Он не тратил на себя бюджет города Был, как раз-таки полномочиям, да, бюджетом города И использовал какие-то собственные возможности для того, чтобы сосредоточиться на работе Ну, на самом деле, вопрос, была ли потребность в охране, да? Вот если почитать СМИ 2008 года Там первые дни, недели и месяцы Там была огромная ревизия наделанного предыдущей администрации Да, так Мы знаем историю, когда там сотни муниципальных помещений Там были уголовные дела Ушли и потом знаем, где осели Вот Булавинцев, которого приглашали тоже Об этом как-то недавно писал Были истории? Сейчас просто я скажу более ясно для публики Когда администрация Николаева покинула здание мэрии Выяснилось, что огромная часть муниципальной собственности Была продана, перепродана, иногда с нарушением закона И сейчас эта собственность управляется компанией Где, видимо, фонд Николаева имеет большое влияние То есть он вывел из... На самом деле, там же тоже люди грамотные работают В последние месяцы правления Николаева Там очень много вопросов было Там творилось, бог знает что Там вот эти помещения, это история еще 2005 года А он закончил быть мэром формально в начале 2008-го И вот в самые последние недели перед избранием Пушкарева Там земельные участки куда-то уходили непонятно куда Там стройки, вот в эксплуатацию подписывался там на коленке И так далее, и так далее, и так далее И многое из этого в первые же месяцы, в первый год Было отменено обратно То есть пришел новый мир И то, что можно было развернуть, развернуть Я понял вашу мысль, да Сохранил Естественно, нужна ли такому человеку охрана? В этих условиях, конечно, можно... Вопрос, если бы у меня был брат И он бы находился в такой ситуации И активно бы этим занимался Плюс отрез, всевозможные вопросы Ну, наверное, бы я помог ему с охраной Как юридически, вот, ну, конечно, тут надо разбираться В одном из сообщений, последних в социальных сетях От Игоря Сергеевича Пушкарева Он просто вспоминал, что когда он стал мэром И здесь было совещание с участием президента Путина По подготовке города Владивостока К саммиту тогда, к грядущему То есть это было еще за, почти за 4 года И он просто вспоминает, что Путин Ну, бронил, наверное, неправильно Он говорил, что город запущенный, город грязный Вы не готовы, вам нужно... И все сидели потупившись И только я Поднял голову, посмотрел ему в глаза Сказал, мы все исправим И по его словам, я говорю по словам Пушкарева То есть для него это был толчок, чтобы вкладывать Ну, как можно больше энергии И, видимо, даже средств компании Чтобы сделать больше, чем можно Для него это было очень важно Я помню это время, когда строился АТС Для него это был важный момент Что именно президент сказал Занимайтесь городом И вот от этого все и пошло Конечно, там можно было заниматься чисто формально Денег вечно не хватает Можно заниматься на ходу Решать вопросы И потом оказывается, что город должен Миллиард рублей Компаниям, которые связаны Да, связаны с семьей Но вопрос в том А они что, поставляли материалы И они в дороге эти материалы не укладывались? Нет же такого вопроса Он так не ставится Это вопрос, скажем так Эффективности нашего законодательства Когда ты до Красноярска ближе Нет другого цемента Кроме как Восток цемента Ну да, конечно Ну а где его еще брать? Давайте возить его из Омска или из Китая Тоже вариант Я еще вспомнил одну историю Связанную как раз с использованием личного автомобиля В казенных целях Вы, наверное, тоже это помните Был такой глава Хасанского района Который тоже гордился тем Что он не берет казенную машину А ездит на своей Но он тогда Хотя бы бензин оплачивал за казенный счет И это было основанием Чтобы его тоже наказать и отстранить Помните эту историю? С Кривудином С Виктором Серафимовичем Да, да, да Что-то довольно туманно Так как много времени прошло Много дел за это время возбуждено А с другой стороны, можно скажу? Вот наш губернатор летает с друзьями на вертолете Наш губернатор Миклушевский Летал Летал Кстати, сейчас, наверное, не летает Да бог с ним Пусть летает Эти же самые вопросы люди задавали У тебя есть два друга с обутыльника Ты с ними по субботам летаешь на вертолете А говорят, что и не только по субботам И? А вот честно говоря, да Я хорошо помню тогда сообщение Это было год назад Сообщение пресс-службы Когда сказали, что Всегда Миклушевский оплачивает свои полеты А потом как-то прояснилось Что владелец вертолета Вершин сказал Да нет, я как друга его повез Никто не оплачивал И все об этом как-то не стали в этом копаться Вот Виктор Мулавец недавно публиковал как раз иное То есть там же проверки были Это все производилось В медиа пресс-секретарей говорили одно А прокурорам все поясняли совсем другое Да, Вершин друг, который сейчас сидит Да, Митькин друг, который сейчас сидит Ну, собственно, вот эти друзья Сами себе все и оплачивали И катали с собой друга своего Миклушевского Да, они друзья И эти друзья Бог с ними, ладно Нет, здесь я просто должен сказать радиослушателям Что эти друзья Миклушевского Если они, конечно, не ему друзья С которыми он летал на вертолете Сейчас обвиняются в том Что они на несколько десятков миллионов Миллион долларов Ну да, если переводить на миллион долларов Вывели денег из казны Когда там были закупки инвентаря спортивного Для обустройства детских площадок в Приморском крае Вот это не бросает тени на нашего губернатора? Ну, естественно, бросает Вот это вот полет на вертолете Разве это не похоже на вот такую Коррупционную схему И те вот, как раз-таки, случаи, которые были с губернатором Да, то И то, что сейчас происходит с Игорем Пушкаревым Который по большому счету Ну, демонстрировал совершенно иную картину Да Она как-то бросается в глаза И создается такой общий Сравнение какое-то странное Тот, кто Кажется бессеребренником Сейчас обвиняется в том Что он давал взятки и нанес ущерб А тот, руководит краем Его эти обвинения пока не касаются Но посмотрим Пока Я хотел бы еще, заканчивая тему Пушкарева Сказать, что недавно На днях буквально Да, московский комсомолец Публиковал большой репортаж Из следственного изолятора Где наш мэр Делит камеру с каким-то очень оригинальным человеком Из Кемлевского централа, как они это называют Это одна из первых отремонтированных камер И там в этом репортаже написано Что мэр не унывает Что он занимается йогой И своего сокамерника Товарища к этому приучает правильно дышать И делать упражнение Не унывает? Не унывает и стоит на том, что он невиновен Да Ладно, об этом мы поговорили Теперь давайте коснемся той очень важной темы Которой вы подбросили Грядут, видимо, кадровые перестановки В администрации города Владивосток И здесь это очень важный момент Он впрямую может быть связан с делом Пушкарева Потому что, еще раз скажу Пока администрация города говорит, что нет никакого ущерба Они не признают, что Они не заявляют о том, что Компания «Восток-Цемент» Либо там ботошебеночный завод То есть все, что связано с Пушкаревым Нанесло ущерб городу А вот если появится новый человек по главе города Он может сказать, да нет Пушкарев как раз виноват Вот нам нанесли ущерб И что-нибудь насчитать И это происходит очень странным образом Потому что ведь В отличие от того, когда уходил Николаев Практически была полная зачистка администрации Сменились, по крайней мере, все руководители департаментов Разумеется, все вице-мэры А в нашем случае мы видим, что когда Взяли под белые ручки 1 июня минувшего года Игоря Сергеевича Пушкарева По этому обвинению Вся мэрия как работала, так и работает Практически, по-моему, никто не ушел Не было обвинений ни в адрес Ни в чей адрес Ну вот вице-мэр Юров это первый, кто уволился И вот буквально недавно Да, вице-мэр Юров Ему предложили пойти в администрацию края Да? И говорят, что на его место Планируется руководитель Приморского филиала Почты России Андрей Брик Что это такое? Это зачем? Какое Брик имеет отношение К муниципалитету? Зачем это все оставить? Ну, Павел как политолог Больше здесь понимает Ну, на самом деле история Сама по себе странная Потому что, если вспомнить Официальный пресс-релиз администрации Приморского края Она сообщила, что появится Новый вице-губернатор Александр Юров А на место него Будет назначен Александр Брик Андрей Брик Андрей Брик Андрей Брик Но здесь вопрос Что мы же не забываем Что органы местного самоправления Они самостоятельные и независимы Да-да-да-да То есть каким образом администрация края Может распоряжаться муниципалитетом? Причем, что в администрации Владивостока И сам Андрей Брик Не стал комментировать эти заявления Они как бы сказали Что мы пока ничего не знаем То есть информация будет позже Но информация была вывешена На сайте администрации края Официальный пресс-релиз Официально комментировали Пресс-секретарь губернатора И другие чиновники Поэтому здесь вопрос И более того Единая Россия тоже была не в курсе Журналисты кинулись звонить В пресс-службу Единая Россия Те развели руками Сплетни мы не комментируем Там были смешные случаи Сначала они говорят Это сплетни Им тут же говорят Так вот же администрация края заявила А, да, ну мы очень рады Андрей Брик Есть очень такой момент Мы же не в вакууме все живем Мы там общаемся с друг другом Со званием все переписываемся Новости все обсуждают То есть политически активное население Но там его много И вопрос о том Что любой губернатор хотел бы Любой губернатор хотел бы Особенно пользуясь такими Такой катавасией Которая сейчас происходит Как бы там с мэром допустим Поставить на эту должность На город своего человека Ну это естественно Это естественно Это нормально Другой вопрос Что очень часто Из этого ничего хорошего не получается Ну вот так устроена жизнь Не знаю Разговоры ходили разные Кто-то говорил Что хотят поставить на это место Коржа Евгения Мэра Уссурийская Правда уссурийцы Это тоже была в свое время Инициатива губернатора Евгений Евгеньевич хороший человек Но уссурийцы Они привыкли К родиться К другим Привыкли к такому мэру Прямо хозяйственнику С огромным кулаком Особенный город Есть масса Вот эти инициативы По установке Своих в кавычках Мэров Они имеют Чисто субъективно Наверное для любого губернатора Плюсы Психологические Я дожал Я поставил А что дальше А дальше Надо уже спрашивать у населения Что они там увидят Я сейчас просто закончу ваши мысли Более яснее скажу Мне это можно Наверное для радиослушателей Евгений Курш Замечательный человек Он в своем бизнесе Связанно с мясопереработкой Достиг очень многого У него много Хороших качеств Но на должности Главы администрации Уссурийска Он людям что называется Не показался Его не сразу приняли Я надеюсь что сейчас у него Ситуация получше в Уссурийске Но то что я тоже читаю И слышу от знакомых По прежнему на него смотрится Недоверием Он не такой И он видимо не очень хорошо знает Уссурийск Хотя он там учился По муссурийскому училищу И конечно Совершенно верно Сказал Александр Юрьевич Что огромный соблазн Поставить своего человека Это дает Выстраивать Перетекать даже до муниципалитета Но эффективность работы Увеличивается она Или уменьшается И что это важно для населения У нас сегодня Эксперты которых я всегда зову Чтобы обсудить политику Это Павел Наривайко И Александр Шемелев Итак я сказал Что вот это вот назначение И эта должность Которую придумали Для вице-мэра города Владивостока Она уже стала Десятая Это десятый вице-губернатор В администрации Приморского края И вот я Когда к этой программе готовился Посмотрел все заявления Миклушевского С момента его назначения На должность Ведь он пришел Под флагом сокращения аппарата Это 12-й год И буквально года до 15-го Он докладывал Что он сократил Число департаментов Сократил число Вице-губернаторов Еще раз их сократил И еще раз сократил И в итоге мы сейчас Приходим к тому Если я не ошибаюсь Сейчас у нас В аппарате Администрации края И департаментов И вице-губернаторов Больше видимо Чем когда Когда бы то ни было В Приморском крае Какая живучая бюрократия То есть В чем потребность Губернатора здесь Был момент У Дарькина Когда я служил Доходило Один раз до 10 На год по-моему Но это был АТС Там Ну понятно Специальное верение Был совершенно другой накал Павел Чем вызвано Вот такое То есть Я понимаю Что когда хочется Назначить человека Который отвечает За каждое направление Ведь это может Вот Юрову Дали направление какое Энергетика ЖКХ И вдруг А еще и лесом Будешь заниматься Ну одни из самых проблемных Сфер если честно И Да уж Хороший Здесь вызывает вопрос Справится ли Чиновник Понятное дело Что Пожелаем ему удачи Пожелаем удачи На самом деле Александр Юров Он хозяйственник Очень толковый Это на самом деле Мощнейший хозяйственник То есть Его квалификация Как Чиновника Управлявшего Вот этими Вот теми вопросами Которым он в мэрии занимался Она вопросов не вызывала Более того В хорошем смысле Для администрации края Это действительно Приобретение Губернатора мог бы быть В реальности То есть Человек подготовленный С точки зрения Хозяйственных вопросов Другое время Другой вопрос Зачем Именно сейчас Именно отсюда И именно туда Ну у политологов Ответ очевидный Нужно освободить Место Для Возможно Для Андрея Нового вице-мэра О котором Журналисты И политологи Уже Откровенно говорят Что именно Его губернатор Хотел бы поставить Мы про Коржа говорили Вот есть версия С Бриком А Сиюк назывался Директор Прим. Водоканала Бывший глава Красноармейского района Там еще кто-то Вопрос есть И идет Некая техническая замена Освободили место Значит на это место Сейчас кого-то предложат И администрация края Нам сама В пресс-релизах Пишет кого Ну тогда Сколько вы уже Об этом заговорили Сейчас Паша Прошу прощения Я хочу тогда Эту тему продолжить Ведь этот год Этот год подготовки Не только к выборам Скажем так Местного муниципального уровня В городские думы Это подготовка К выборам Президента нашей страны Который скорее всего Пройдет Ровно через год До весной Весной следующего года Меньше чем через год И здесь очень важно Как проголосует Приморский край За Путина Или не за Путина И очень важно Какая будет явка И процент голосов Я просто напомню Нашим радиослушателям Обычно наш край Наш край То есть мы с вами Не очень хорошо Голосуем за правящую партию И даже за Любимого президента За президента Чуть лучше чем за партию Но есть регионы Где голосуют Повеселей Что называется Это неплохо Нехорошо Владивосток и Приморье Они всегда были Весь Дальний Восток Чуть-чуть более Павел Значит вернемся Все таки Как вы оцениваете Вот снова Раздувание штатов Аппарата администрации края Я бы так даже назвал Старой партийной Действительно Когда Владимир Ягушевский пришел На свою должность Один из главных Тезисов был Это сокращение Госаппарата своего То есть усиление Качества Реализации То есть государственных Программ И то есть Повышение качества Самих чиновников То есть Их профессионализма Но после 2014 года По-моему После того Как губернатор Переизбрался Мы Как раз таки Констатировали Что Наблюдается Снижение Эффективности Работы администрации Приморского края И повышается Потребность Появления новых Людей Которые будут Ну Некими имиджами Паровозами То есть Это мы помним Приход Павла Серебрякова На пост Людей известных Приморском крае Те которые могли Вот лично Закрыть какую-то Сферу Снизить напряжение И у них Это получалось Отдать должное Но так или иначе Сейчас Мы видим То есть Появление новых Механизмов развития Дальнего Востока Это Торы Это свободный порт Владивосток А в том аппарате Который существует У Миклашевского Он не справляется С этими направлениями Соответственно Есть потребность Создавать новые департаменты Новых вице-губернаторов То есть Он вынужден Вы думаете Да То есть Здесь нельзя Его за это укорять Это просто Федеральное внимание Федеральные задачи Требуют В условиях Когда нет возможности Повысить эффективность Как он изначально Эту заявлял Приходится Брать количество Поэтому здесь Тактика Не работает Так Полне ясно Процессом Совершенно верно Вопрос На самом деле Вопрос лишь один Сейчас Самый главный Политический Останется Миклашевский Губернатором или нет По имеющейся информации Скорее останется Чем нет Потому что Регион сложный Какой С всеми имеющимися Вопросами Губернатор Там Уже пять лет Им управляет Ему еще два с половиной года Как мы выяснили Два с половиной года Управлять И через год Президентские выборы Проще усилить его Чем менять сейчас Менять Да Хотя и сменщики Хорошие есть потенциальные Я вот тоже Проще усилить Сейчас вот на эту тему Отставка губернатора Просто забил Поиск На Гогоре Фамилия Миклашевский Мне же подсказывает Что Миклашевский Пойдет в Дубай Миклашевский Отставка Как-то вот в сетях И в поисковиках Ничего хорошего С нашим руководителем Края К сожалению К моему нет Андрей Ильич У нас в стране Более 80 регионов Скажу вам Чуть меньше Откровенно Нет Вопросы Качество кадровой политики Это же Ну Вопрос вечный Конечно И Наш губернатор Он конечно там Опустился во многих рейтингах За последние месяцы Ну и во многих других регионах Тоже есть вопросы И соответственно Как бы Пусть такой как не будет Да Мы его усилим Чем на ходу менять Хотя это федеральный центр От него в любой момент Можно ждать Неожиданных в том числе решений Но пока есть ощущение Что вот он остается И вот вопрос Будут выборы Жизнь любого чиновника Вот такого уровня Она завязана На то Как в его регионе В том числе Проходят выборы там Президента Как прошли выборы Госдумы Мы видели Не намного лучше Чем последний раз Они тут Пыжились Пыжились 30 процентов Как обычно Единая Россия Набрала А для президентских выборов Подобный результат В любом регионе Это на самом деле Не то что Звоночек Да Это огромная красная сирена Для губернатора Это естественно Представьте правящие партии Федеральные политологи Говорят что Чуть выше должен быть Результат Чтоб человеку И дальше быть Губернатором Соответственно Ему нужно укрепляться Хорошо Укрепился На хозяйстве Юровым Там какие-то люди Еще якобы К нему приехали Помогать с президентскими Выборами И все Взоры Сейчас в март Следующего года Вот как пройдет Так и будет Но вопрос Когда Пушкарев Был мэром Президент получал В городе Владивостоке 50 плюс Что называется Кто сейчас будет заниматься И как Вот это большой Большой вопрос С этой точки зрения Назначение как раз Руководителя почты Может быть и хорошо Потому что почта Представлена Географически По всей территории края И конечно Через почтовую сеть Ну я шучу Но можно вести И пропаганду И разносить листовки И почтовен Поговорить с кем-то Но беда в том Что почтовенов То не осталось И вот что меня смущает Значение Замечательнейшего Андрея Петровича Брика В возможном назначении К сожалению Он руководит Предприятием Которое в глубочайшем Кризисе Просто в убийстве Находится положение Я не знаю Как ваш опыт Но вот Мой опыт Последних нескольких лет Да уже наверное Многих лет Говорит о том Что с почтой Лучше не связываться Вот невозможно что-то И нельзя С почтой лучше не связаться И нельзя Руководителя компании Который не смог Ну в тяжелых условиях Ее работу отладить Все-таки повышать За что Это же повышение Да Ему больше доверия Его ставят на должность Где он будет на виду То есть я не вижу Пока за что Павел ваше мнение Ну здесь в любом случае Действительно Президентские выборы Будут диктовать повестку Ближайшего года И первая репетиция Пройдет как раз таки Осенью Когда будут выборы Во все думы Крупных муниципалитетов Края Что касается БРИКа То здесь у меня Большой вопрос По поводу Его качеств Именно как Такого Антикризисного Управляющего Именно со стороны Политики Потому что Вообще опыта нет Ну конечно Потому что его сейчас Заводят В достаточно сложных условиях Когда все равно Продолжает работать Команда Пушкарева И хочет То есть Эту работу Завершить до конца То есть До легитимных Выборов Нового мэра Кем бы то Он ни был Но здесь соответственно Персона БРИКа Как Ну Может промежуточная Ну промежуточная Возможно Но скорее всего Это как Красная тряпка Для БК То есть Непонятно Зачем Хотят спровоцировать Возможно Новый Какой-то Кризис внутренний Возможно Какой-то Конфликт Между элитами Но Назначение человека В достаточно Сложных условиях Непонятно Мы Всегда там И политологи Рассмышляют Выискивают Тенденции Выискивают Сложные конструкции А иногда Политическая жизнь Устроена Намного проще Это вы правильно Говорите Вот Любой Руководитель У него Есть Субъективные Предпочтения И Субъективные Какие-то Усмотрения Вот Изжога была У губернатора На Пушкарева Потому что Тот тоже В общем Достаточно Эффективный Чиновник И так далее Он был независимым Последний Независимый Губернатор Этих самых Мэров Приморственных И Поговаривали Даже Что в общем Поглядывал И на его кресло И имел шансы На это И многие Этому Сочувствовали И на мой взгляд Здесь много Психологического Вот Закрыть Как психологи Горят Этот гештальт Дожать Эту мэрию Будь она неладна Поставить туда Хоть кого-нибудь Хотя Есть и более Эффективные Персонали Которые По нашей информации Отказываются В этих условиях Заходить На мэрию Что называется Потому что А Тебя губернатор заводит А его завтра уволят И что Сходил в мэрию Да Послезавтра Еще и выбор президента На которых надо Рубаху рвать Ноги топтать И потом Еще за все За это отвечать Не дай бог Там коммунисты Чего-нибудь Придумают Какие-нибудь То есть Обстановка Очень непростая И на мой взгляд Здесь сугубо Психологические вещи Другой вопрос Другой вопрос Что вот сейчас Придет новый человек Разгонит Предыдущую команду Условно говоря Если он решится Конечно на это Кого он Да Если решится А кто будет работать Кого он с собой приведет И в общем Ситуация патовая Как я говорил Вот Миклушевский Плакал-плакал Там в Москву Что Пушкарев Сначала Дарькинский Ему мешали работать Потом Пушкарев Мешал работать А теперь Славное время Когда Покажи себе Играйте в хоккей Вот на пустой коробке И что Павел Хотели что-то добавить Я просто напомню К чему приводили Подобные ситуации К чему Мы уже говорили Про Уссурийска Я вот вспомню Спас к дальней В 2014 году Был назначен Представитель губернатора Вадим Мироненко Но спустя год На него возбудили Уголовное дело Это враги? Да нет Это жизнь Это милиция Это следствие Человек По большому счету Направил средства На нужды города Хотя должен был Направить средства На реализацию программ Края Вот главное дело Вторая ситуация Получилась Буквально недавно С назначением Главы Спасского Муниципального района Когда В итоге Кризис Между элитами Усилился То есть Начали снова В Думе Политические Какие-то скандалы Начали отменять решения О назначении Председателя И так далее То есть Я говорю о том Что назначение Несвоемременно И вот таких людей Оно может привести К негативным Это вмешательство В местную жизнь На самом деле Никто же не против Живут люди В Спаске В Лозо Губернатор Губернатор дает Нового мэра Вопросов нет Это его полномочия Ну как Нет Как это его полномочия Грубо Фактически Что вы такое говорите Он за все отвечает Вас говорит Ваша прежняя работа Вы проговорились Никаких полномочий Губернатора Давать мэров В нашей стране Законодательно нет Правда Павел Испорчен Испорчен А вопрос в другом Он говорит Ребята Я вам даю Прекрасного человека Я вам рекомендую Я вам рекомендую Вот Моя позиция Я его поддержу Что это значит На практике На практике Это деньги То есть Если ты бросаешь Того же там Вадима Мироненко Руководить Спаском И потом Подставляешь по факту Его С программными деньгами Федеральными Когда он вынужден Там Из этой шапки Большой одной Крэйт Семь маленьких шапочек Которые не налажят Он просто вынужден Перекинуть деньги Со статьи на статью Это казалось Нарушением закона Ты ему помогай Никто же не против А по факту Получается Там в лозо Избрали мэра Первого Там пальцем на него Указали наш человек Уже сидит Там В Спаск послали одного Там Уже там Уголовное дело Видимо как-то Все не так Идет Вы про находку Что-то забываете В находке же еще интереснее А вот знаете Какой момент Одиннадцатый год Живую работу В Приморье И находка Она всегда была Каким-то особым миром С точки зрения Вот Управляемости Да Там всегда все было Спокойно и нормально Был Калядин Там Депутат Они сами Внутри договаривались Скажем Как бы мы к ним Не относились Это очень сложно Но они умели договариваться Это огромное качество Местных элит Да Сообщество Местные элиты Так называемые Хозяйственники Руководители предприятий Каким-то образом Приходили к консенсусу Который устраивал всех там Который был понятен здесь И он Давал результат в работе Кроме того И вдруг Все начало Куда-то Тоже расползаться Как в других городах Но тоже из-за вмешательства Вопрос Что происходит Да Ну вот происходит Что-то На самом деле Странное Я не думаю Что это идет Из Москвы Но вот на примере Приморского края Мы видим Что назначение сюда Сначала Миклушевского Как человека Москвы Он же москвич Москвич Он посторонний был человек Потом его избрание Здесь Оно вот с его Вот на его примере Мы видим Что эта тенденция Везде ставить своих Якобы управляемых Но к лучшему Для того чтобы люди Чтобы люди оставались Нет К сожалению Они продолжают уезжать Это самое неприятное Ведь все же мы хотим Чтобы нами управляли люди Умеющие это делать И правильно нами руководящие И это было бы видно Именно в экономических показателях Вот к сожалению От нас уехал Нами с вами Хорошо ценимый Петр Ханес Я последний Его комментарий Прочитаю Как раз вот К этим сводкам Статистики Он просто задается Таким риторическим вопросом Который звучит примерно так Может ли быть хорошая экономика Губернатора Который завалил всю политику Ну Ханес Занимается политическими процессами Он считает Что политика первична Петр Дмитриевич за словом В карман не лезет И во многом из-за этого Даже и страдал Ну поэтому может И покинул Приморский край Именно поэтому То есть получается Что Вот базис теперь политический Жизнь сложная штука Лучше меня это знаете У вас опыт глобальнее Спасибо Но В каждом регионе Своя ситуация Есть регионы Где губернаторы Варяги управляют И управляют Да Конечно Разные примеры Где-то карты Хотя бы Сахарин возьмем Тогда уже для примера Где наш бывший выдвиженец Ну Олег Николаевич Это видимо Персональные его качества Влияют на Вот То как успешно Он руководит Одним регионом Потом другим Сейчас с интересом Смотрим за ним Слушайте А может он в Приморье вернется Может он был бы Для нас лучшей кандидатуры Я просто фантазирую Десять лет назад Сергей Михайлович Дарькин Бы с вами не согласился Ну да А вот сегодня Разошлись А вот сегодня Разошлись Может быть И лучше Но в Москве видней По крайней мере Мы на примере Кожемяки Мы видим Что ему дали Сначала Корягский По-моему Национальный округ Да Потом Что там у него было Амурская область Амурская область И он показал себе То есть там При нем результаты Были лучше Это как в армии Начинал в отдаленной части Дальше поднимался Потом Академия Генштаба И вот он уже Да Ну ладно Кожемяка на Сахарине Пускай там работает Нам бы здесь Конечно Разобраться Внутри себе Ну вот Сегодня мы коснулись Многих тем И конечно Мы начали с очень важного Для меня момента Насколько Новые обвинения В адрес нашего мэра Игоря Сергеевича Пушкарева Повлияют на его судьбу Я боюсь Что повлияют Я боюсь Что повлияют Потому что Всегда неприятно Когда твое уголовное дело Обрастает новыми 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 делами Но здесь важен Один момент О котором Сегодня мои гости говорили Вот это новое обвинение Оно ничто Если развалится главное Если ущерба городу нет Если казна Не понесла Никакого ущерба Напротив Ей простили А город получил На миллиард рублей Стройматериалов То как бы там Суд не сложился Я думаю Что в народной памяти Игорь Сергеевич Достоин какой-нибудь Небольшой доски Где-нибудь На опоре моста Потому что там тоже цемент Который вырабатывали На его предприятии Вот такой у нас сегодня Состоялся разговор Всего доброго Удачи вам До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин